На телеканале Юганск новости. Здравствуйте! В студии Мария Сераева. Начали коротко о главном в этом выпуске. Вместе с гражданством получили валенки. 11 иностранцев сегодня поклялись верности России. Добиться эффективности, что мешает системе «Безопасный город» заработать в полную силу. Работа как по нотам. Комитет культуры Нефтьюганска отметил полувековой юбилей. Сегодня в России национальный праздник – День Конституции. По новой традиции мигранты, получающие гражданство, приносят присягу верности стране. С правами они получают и ответственность за родину. Для большинства новых россиян это стало серьезным шагом. Репортаж Натальи Платоновой. Это наш край, наш край, это Россия. Для 11 нефтьюганцев сегодня знаменательный день. Анвар Касимов из Таджикистана шел к нему почти 4 года, сдал все необходимое, в том числе и экзамен по русскому языку. Который в школе учили, вот это все, диктант писать, сочинение, другу письмо писать. Вот эти программы были и мы сдали. Но все-таки самый важный шаг к гражданству – клятва верности Российской Федерации. Добровольно и осознанно принимаю гражданство Российской Федерации. Клянусь соблюдать конституции и законодательства Российской Федерации. Права и свободы ее граждан, исполнять обязанности граждан Российской Федерации. Защищать свободу и независимость Российской Федерации. Быть верным России, уважать ее культуру, историю и традиции. София Прокудина приехала в Россию еще ребенком, когда начались военные действия в Украине, сейчас ей уже 19. Очень приятный, как бы такой долгожданный момент, я бы сказала. Четыре года, то есть ждала, ждала и вот произошло, случилось. Россия, любимая наша страна! Новых россиян поздравили, причем не только с новыми правами, но и обязанностями. Желаю, чтобы вступлением в гражданство Российской Федерации приносили пользу не только всей Российской Федерации, но и в частности нашему автономному округу Югре. Всем тем, кто не служил в армии, естественно, служить и достойно быть гражданином Российской Федерации. Я думаю, что своими действиями, своим трудом мы будем только поднимать экономическое величие нашего округа и страны. По традиции депутат областной думы подарил всем новым гражданам России важный русский атрибут. Юграни, Таджикистан, Россия вперед! Наталья Платонова, Евгений Трефилов, телерадиокомпания «Юганск». Сегодня общероссийский день приема граждан. Во многих городских ведомствах с полудня можно было прийти без всякой записи и задать свой вопрос или решить проблему. Более 30 нефтеюганцев обратились в администрацию. Вопросы задавали самые разные, от форм поддержки социального предпринимательства до выгола собак. Самые востребованные, как обычно, вопросы по жилью, переселение из болочного и аварийного фонда, возможности получения субсидий. Прием вел глава города и все заместители по экономическому, социальному и коммунальному профилю, а также председатель городской думы. Какие-то вопросы удалось решить сразу, какие-то взять на контроль с разъяснением нужных специалистов. Напомним, общероссийский день приема граждан проводится уже пятый год, пока за президентом он проходит в день Конституции 12 декабря. Тюменская энергосбитовая компания, крупнейший гарантирующий поставщик электроэнергии, сменил название на «Газпром Энергосбыт Тюмень». Это связано с тем, что единственный акционер, а это межрегион Энергосбыт, входящий в крупнейший газовый холдинг страны «Газпром», сменил свое имя. Ключевой задачей Тюменской энергосбитовой компании всегда являлось обеспечение потребителей высококачественными услугами по энергоснабжению. Несмотря на переименование, приоритеты компании останутся прежними. Речь о клиентоориентированной политике. К тому же для жителей новое название будет носить лишь информационный характер. В части сервисов по оплате электроэнергии, реквизитов, способов передачи показаний приборов учета, никаких изменений не произойдет. «Все заключенные договоры будут действовать в полном объеме и на прежних условиях. Для наших контрагентов и партнеров ничего не изменится. Юридические лица в декабре получат счет фактуры, универсальные платежные документы от «Газпрома» и «Энергосбыт Тюмень». Для физических лиц образец, вид квитанции пока останется прежним». По мнению руководства, профессиональные стандарты группы компании «Газпром» станут достойной основой для дальнейшего развития предприятия. В планах расширения географии деятельности, а также совершенствования предоставляемых услуг. Наш клиент – современный, грамотный, вечно бегущий куда-то человек с острым дефицитом времени, который желает как можно меньше знать о нас и в то же время получить качественную услугу и своевременную. И мы в полной мере стремимся соответствовать этому. В нашей компании очень развиты многочисленные способы оплаты. Представлена качественная версия личного кабинета. Работает компания и над созданием удобных центров обслуживания клиентов. За последние полтора года совместные ЦОКи появились на шести территориях. В скором времени такое откроется и в Нефтьюганске. Живую очередь заменит электронное. Получить консультацию можно будет по принципу одного окна. Это позволит значительно снизить время ожидания. На нашей территории мы планируем открытие в конце первого квартала 2019 года. То есть он будет соответствовать всем стандартам. Ребрендинг компании будет происходить в несколько этапов и полностью завершится в 2019. А пока «Газпром Энергосбыт Тюмень» запустил акцию «Дай списать». Потребителям электроэнергии предоставляется возможность аннулировать все пени, начисленные за просрочку платежей. Для этого жителям необходимо всего лишь полностью погасить долг за электричество до конца декабря. Кристина Кочерова, Валентин Саблин, телерадиокомпания «Юганск». Что мешает системе «Безопасный город» быть более эффективной? Этот вопрос подняли на комиссии по профилактике правонарушений. Как выяснилось, в онлайн-режиме полицейские следить за порядком не могут, а обращаются к архивным записям уже по факту совершенного преступления. На данный момент на улицах города работает 120 видеокамер. 12 установлены на распознание госномеров, 60 в общественных местах, остальные на перекрестках и пешеходных переходах. Как отметил начальник единой диспетчерской службы, по факту система используется не в полной мере. Из всех действующих модулей, которые имеют система реальные, используются только две модули. Это розыск автомобилей, в основном используются сотрудниками ГИБДД, и поиск лиц, совершивших преступления. В основном используются архивные материалы сотрудниками оперативных служб, участковыми и полномочиями. Другие модули простаивают. На комиссии озвучили. На базе, где установлен комплекс, необходимо присутствие непосредственных работников, кто будет в режиме онлайн оперативно отслеживать правонарушения. Ранее, когда система только была запущена, полицейские сидели вместе с работниками безопасного города. То есть сотрудники ППС могли в реальном времени все это отслеживать, смотреть, передавать на дежурную часть, ориентировать на ряды для приближения к тому или иному месту. Но впоследствии, когда приезжала комиссия окружная, признали, что нахождение сотрудников полиции на этом объекте незаконно, так как мы находимся на федеральном бюджете, местный бюджет мы не имеем права. Виктор Яковлев продолжил. Есть, конечно, удаленный доступ на дежурные части УМВД и ГИБДД, но это архив. Результат от работы в онлайн был бы эффективнее. Тем более, что уровень раскрываемости уличных преступлений всего 70%. Система ориентирована была изначально на онлайн-профилактику. То есть в живом эфире, так скажем, в момент совершения можно было пресекать, не давать развиваться в какой-то ситуации. И тут встал вопрос, если система «Безопасный город» не используется в полной мере, зачем тогда продолжать ее совершенствовать и вкладывать в это деньги? Мы даем вам инструментарий, который позволяет более эффективно влиять на состояние криминогенной обстановки в городе Нефтьюмянске. Причем во всех ее проявлениях, как от фиксации начала беспорядков, поиска вещей, поиска автомобилей и прочее. Причем все это в онлайн-режиме. Вы говорите, нет, мы этим пользоваться не будем. Нет у нас правовых оснований там находиться. Глава города предложил решать эту проблему вместе. Раз уж бесплатно нельзя пользоваться муниципальным имуществом, тогда как вариант на договорных условиях. И тогда можно будет привлечь тех же сотрудников ППС, которым не придется патрулировать на морозе, а весь город будет у них как на ладони. Мария Сераева, Евгений Трифилов, Целерадиокомпания, Юганск. Югорскую медицину признали самой качественной и доступной. В Москве на прошлой неделе наградили лауреатов Всероссийской премии, учрежденной Минздравом. Работу докторов оценивали по 37 критериям. В итоге команда Югры набрала максимальное количество баллов. Наши коллеги из Ханты-Мансийской решили вспомнить уникальные операции, которые в уходящем году провели югорские врачи. Эта операция из разряда уникальных 65-летнего пациента спасали сразу две бригады врачей – кардиохирурги и онкологи. У мужчины обнаружили рак легких, к тому же не выдерживало сердце. В любой момент мог случиться инфаркт. Восемь часов в операционной, и сейчас пациент готовится к выписке. И дышится глубоко вот так, и руки вот нечего. До утра раньше вставал, руки немели. Как отлежишь руку-то, вот так примерно. И потом никак, больно даже выпрямить, так придерживался. Сейчас вот пока, после операции, это все прекрасно. Вообще я… или, как я думаю, сон это, или просто серьезно это все. Мы переживали и за сердце, и за легкие, и в целом за больного. Поэтому было очень много нервов. И в послеоперационном периоде тоже пришлось нелегко. Но пациент преодолел все сложности. А это другая история болезни. Вадим Пыхтеев и не подозревал, что у него аневризма аорты. Заболевание обнаружили во время медкомиссии. Опухоль могла лопнуть в любой момент. Кардиохирурги удалили ее через тонкий разрез на груди. С точки зрения сложности технического выполнения, это операция для хирурга гораздо тяжелее. И не то, что боялись, но напряженность, безусловно, она выше в таком случае, когда ты первый раз тем более такое делаешь. Но, видите, мы же этапно к этому подходили. О сложной работе медиков говорят цифры. С начала года провели 10 трансплантаций почки. В Нефтьюганске научились протезировать тазобедренные кости. За полгода врачи заменили 13 суставов. В Сургуте врачи освоили портосистемное шунтирование, чтобы помогать больным с циррозом печени. Сейчас мы приехали для того, чтобы внедрить еще портосистемное шунтирование, операции, которые опытом в нашей стране обладают наибольшие, это вот питерцы и мы. Надеемся, что все получится. И это уже будет вершина. Дальше трансплантация печени, и вы на высоте. Еще одна уникальная операция. Сургутские кардиохирурги спасли трехлетнего ребенка с тяжелым пороком сердца. Врачи сделали малышу несколько операций. Последняя длилась 12 часов. Детям приходится делать ряд сложных гемодинамических коррекций, суть которых заключается в том, чтобы перенаправить всю венозную кровь из полых вен в систему легочной артерии, что уменьшает нагрузку на единственное желудочное. Ключевое определение югорской медицины – доступность. Ежегодно врачи отправляются в отдаленные районы округа по рекам и зимникам. Такое обследование узких специалистов стандартно получают около 20 тысяч человек. К остро нуждающимся всегда прилетит вертолет. С учетом предложений граждан необходимо сосредоточить усилия на создании филиала Центра медицины катастроф в нягоне с тем, чтобы сократить время прибытия авиамедицинских бригад на место вызова к жителям Октябрьского и Советского районов с полутора до двух часов до 20-40 минут. И вот работу югорских врачей оценили на уровне федерации по 37 критериям. В итоге югра набрала максимальное количество баллов, став регионом с самой качественной и безопасной медициной в стране. Мне сегодня бы хотелось поздравить всех тех, кто работает в Ханты-Мансийском автономном округе, всех врачей, медицинских сестер-фельдшеров, всех сотрудников больниц. Ханты-Мансийский автономный округ стал лауреатом первой премии. Лауреатом премии первой степени. Поэтому поздравляю всех. Это ваш, коллеги, огромный труд. Большой труд. Этот труд замечен, замечен сегодня на федеральном уровне. Так держать. 50-летний юбилей отпраздновал Нефтьюганский комитет культуры. Накануне состоялась торжественная встреча местных деятелей. Это представители творческих объединений и коллективов, педагоги, актеры, сотрудники музеев, библиотекари и артисты города. Вспоминали их годы становления отдела и делились своими успехами. Отдел культуры в Нефтьюганске был создан в 1968 году. Все силы направляли на эстетическое воспитание детей, духовное общение и организацию досуга населения. Работы было много, вспоминают основатели. Но успехи не заставляли себя ждать. В те годы, когда была материально-техническая база очень слабая, и мы сумели объединить два танцевальных коллектива. И эти коллективы выступали на Кремлевской сцене на 16-м съезде профсоюза. Конечно, нам было это как вот где-то на большой огромной планете и вдруг где-то город Нефтьюганск. Сейчас в Нефтьюганске действуют десятки творческих коллективов. Появляются новые артисты, в то же время продолжают трудиться ветераны культуры. Среди таких Вениамин Праслов, известный жителям Дед Мороз и незаменимый ведущий уже 49 лет. Друзья мои, да, они поменяли профессию. Кто менеджеры, кто бизнесмены. А мне как-то вот это вот моё. А когда человек чувствует, что это его, ну естественно. Профессия этих людей диктует особые правила. В то время, когда все отдыхают, они трудятся. Но, по словам артистов, им это только в радость. В советское время, когда еще были студентами, говорили, вы получаете такую профессию, когда люди идут на работу, как на праздник, а вы на праздник, как на работу. И с учетом того, что у нас календарных праздников становится все больше и больше и больше, чувствуешь себя все востребованием, востребованием и востребованием. Сегодня наши артисты известны не только в городе и у округи, но и за их пределами. Творческие коллективы – неоднократные победители и призеры всероссийских и международных конкурсов. Высокий профессионализм подчеркивает и Надежда Леонтьева. С недавнего времени она живет в российской столице, но считает, что юганские таланты в разы лучше. В честь полувекового юбилея накануне состоялась церемония награждения отличившихся сотрудников. Почетные грамоты и благодарственные письма окружного и городского значения получили несколько десятков деятелей культуры. За добросовестный труд и весомый вклад в развитие отрасли, поздравить представителей культурной сферы и вручить награды собрались чуть ли не все департаменты и учреждения города. Со словами благодарности к деятелям культуры обратились и народные избранники местного, регионального и областного парламентов, в том числе Степан Пытылев и Богдан Богославец. Именно работники культуры организуют массовые праздники, учат юганских детей музыки, пению и изобразительному искусству. Вы самые креативные, вы самые интересные. Вы действительно в любом учреждении создаете очаг тепла, очаг душевности. И мы очень благодарны и признательны, что на протяжении этих лет вы организуете нашу толстку, помогаете воспитывать наши поколения, создаете эти моральные целости. Дорогие друзья, от сил души поздравляю вас с этим золотым юбилеем, процветания вам и, конечно же, долгих творческих лет. С праздником вас! Прежде всего, слава благодарности за то, что вы делаете, за то, что сделано нашим ветеранам, тем, кто начинал и тем, кто продолжает, потому что трудно было и начинать, и продолжать тоже трудно, потому что всеми предшественникам была поднята очень высокая планка. Какой культурный досуг выбирают нефтьюганцы? Об этом в рубрике «Юганц говорит». Считаете ли вы себя культурным человеком? Да, считаю. Ну, наверное, да. Скорее, да, чем нет. Да. Ну, вообще-то, да. Ну, думаю, да. Да. Почему нет? А в какие культурные заведения вы ходите? Я хожу в культурный центр на концерты. По воскресеньям я хожу в храм на службу. Потом я еще хожу каждый день на стадион в нашем первом микро-районе, на кардио. Юность, детская школа искусств, там играю. Ой, я работаю. В Тюмени драмтеатр, по большей части. Здесь я редко нахожусь. К счастью или к сожалению, не знаю. Как бы тоже больше всего из Тюмени. Там драмтеатры тоже бывают, по чаю. На концерты, в библиотеку, но редко. В принципе, мы только работу посещаем. Нам некогда ходить. Люди в основном работают у нас. Ну, на выставки хожу. Метаморфозу. В концерты, театры, в клуб болерный ходим. Все. Пока еще состояние есть. Загадочная Индия. В торговом центре Orange Mall открылась индийская ярмарка. Натуральная косметика, знаменитый чай, украшения и благовония. И, конечно же, сари. Индийская ярмарка – спонсор нашей рубрики «Другие новости». В 50 лет жизнь только начинается. В Москве дамы интересного возраста пошли на подиум. Бабушки в пижамах покоряют модный подиум в Москве. Всем участницам показа больше 50 лет. Среди них нет профессионалок, но перед зрителями выступают без страха и даже с удовольствием. Я второй раз на подиуме. В прошлом году, в 2017-м, я участвовала. И сейчас я уже опытная такая модель, если можно так сказать. Мне это очень нравится. Это необходимо делать для взрослых людей. Это поднимает настроение, поднимает внутренний подъем для жизни. Пожилые модели демонстрируют не наряды, а скорее образ жизни. Мне очень интересно это как-то крымчание. И я хочу показать людям, как правильно и красиво нести свой возраст, тем, которым за 50 лет. Организаторы показа говорят, что их проект социокультурный. Даже несмотря на то, что стилисты готовят специальные образы, это всегда больше история про людей. Мы рассказываем и показываем людей, а не вещи. В этом разница между нами и всеми другими модными фэшн-показами. Подиум зрелой красоты проходит в России с 2014 года. Мероприятие вдохновляет пожилых женщин вести более спортивный и здоровый образ жизни. На этом все. Смотрите нас в социальных сетях и делайте новости вместе с нами. Звоните в будни 23 77 47. Всего вам доброго и до встречи в эфире. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!